Ситуация вокруг подмосковного совхоза имени Ленина остаётся напряжённой. Напомним, 11 ноября арбитражный суд Московской области вынес решение о безвозмездной передаче 16,5% акций совхоза в управление рейдеров, обеспечив им контроль над предприятием. Трудовой коллектив обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой инициировать прокурорскую проверку и защитить народное предприятие от рейдеров. По словам коммунистов, суд также начал рассмотрение целой серии дел по оспариванию сделок с приобретением сотрудниками предприятия «Квартир в совхозе». Сделки совершались 7-8 лет назад. Люди могут потерять единственное жильё. Это же семьи, да. Это один человек-приобретатель, один собственник. Но у него жена, дети, родители престарелые. Конечно, это семьи. Это речь идёт о тысячах людей. Тысячах, действительно. Информация о происходящем получила широкий общественный резонанс. Жители Москвы и Подмосковья поддерживают трудовой коллектив совхоза имени Ленина и его директора Павла Грудинина. «Приехайте, видно, посмотрите, что там происходит. И жители как бы все недовольны, естественно. Выбирайте такое предприятие, которое приносит... Зачем сельхоз землю уничтожать и застраивать? Я считаю, что это в корне неправильно. Слышали про совхоза имени Ленина, про Павла Грудинина? Я политикой не интересуюсь. А ты не считаешь, что это политика? Да.